Очередная рокировка кадровой перестановки произошли в ряде национальных компаний. Крупный улов. В Астане разоблачили транснациональную группу наркоторговцев. Основной продукт. Причины резкого подражания хлеба в Жамбылской области выясняет специально созданная комиссия. На телеканале Томикин Бизнес. Главные новости в студии Константин Харламов. Добрый день. Сегодня произошли кадровые перестановки в национальных компаниях. Так, Сават Мымбаев назначен главой Казахстана Тимуржолу. Сегодня его представил коллективы руководителя Самру Хазана Ахмеджат Есимов. Отметим, Мымбаев ранее занимал различные должности в финансовых структурах. В разные годы был заместителем министра финансов, министром финансов, министром сельского хозяйства, вице-премьером, министром индустрии и торговли, министром энергетики и минеральных ресурсов, министром нефти и газа. С 2013 года являлся председателем правления компании Казбунайгаз. Между тем, Алик Айдарбаев назначен председателем правления компании Казбунайгаз. Его также коллективу представил глава Самру Хазана Ахмеджан Есимов. В разные годы Айдарбаев занимал руководящие позиции в нестедобывающих компаниях, в том числе в Казбунайгаз и разведка добычи Казбунайгаз. Работал Акимом Магисталовской области, первым вице-министром по инвестициям и развитию. С 15 января этого года являлся заместителем председателя правления Самру Хазана. Угледобывающее предприятие «Богатырь Кумыр» продолжает искать источники финансирования. После того, как один из акционеров предприятия, российский «Русал», попал под американские санкции, Евразийский банк реконструкции и развития отказал Самру Хазан Энерго в выдаче займа в 80 миллиардов тенге. Об этом сегодня сообщил управляющий директор Самру Хазан Энерго Серик Тютебаев. Планировалось, что на эти деньги на производство внедрят так называемую циклично-поточную технологию. Напомним, российский «Русал» владеет 50-процентной долей «Богатырь Кумыр». Остальные 50% принадлежат Самру Хазан Энерго. Сейчас вопрос... Сам «Русал» проводит мероприятие по выходу из-под санкции и в декабре должны окончательно принять по нему решение. Это в прессе, и «Русал» сам объявил об этом. А мы продолжаем искать источники финансирования. То есть, по сути, проектная часть уже сделана, и мы готовы ее стартануть. Тем временем Великобритания намерена обойти санкции для торговли с Ираном. Об этом заявил министр иностранных дел Джереми Хант во время визита в Тегеран. Напомню, президент США в мае объявил о выходе страны из пакта, тем самым восстановив санкции против Исламской Республики. Действия у Вашингтона были направлены против испытаний Ираном баллистических ракет. Причем ограничительные меры касаются как саму страну, так и государства и компаний, торгующих с ней. Между тем, накануне президент Республики Хасан Рухани заявил, что Тегеран продолжит экспортировать нефть вопреки санкциям. Иран сталкивается с внешним давлением. Как я заметил, на прилавках магазинов редко встретишь товары из западных стран. Мы поддерживаем пакт и намерены найти новые пути для того, чтобы сделать торговлю с Тегераном законной. К слову, несмотря на санкции в Турции, наконец-то прошла официальная церемония завершения строительства участка газопровода «Турецкий поток». Сварка замыкающего стыка второй нитки трубопровода состоялась в городе Каякёй. Напомню, реализацией этого проекта занимается корпорация «Газпром». Его общая стоимость – 7 миллиардов евро. Турецкий поток должен обеспечить поставки голубого топлива из России в республику через Черное море. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Юго-Восточной Европы. Совокупная мощность составляет 31,5 миллиардов кубометров в год. Запустить обе магистрали «Газпром» планируют в конце следующего года. Ввод в эксплуатацию турецкого потока, безусловно, позволит нашим странам качественно расширить сотрудничество в газовой сфере. Будет иметь большое значение для экономического развития Турции и всего Черноморского региона. А также станет важным фактором обеспечения общеевропейской энергетической безопасности. Первый раунд переговоров по соглашению о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Египтом пройдет в январе следующего года. Соответствующие соглашения подписаны накануне. Отметим, диалог о создании ЗСТ между союзом и Египтом ведутся по поручению президентов государств-членов ЕАЭС. В октябре этот вопрос обсуждался на уровне председателя коллеги ЕЭК Тиграна Саркисяна и президента Египта Абдулла Фатаха Халила Ассиси. Кроме того, ЕАЭК ведет переговоры о зоне свободной торговли с Сербией, Сингапуром, Израилем и Индией. К другим темам. В столице пресекли деятельность транснациональной группы, занимавшейся продажей наркотиков. Они более полутора лет через интернет-магазин распространяли синтетические наркотики. Об этом сообщили в прокуратуре Астаны. 11 участников группы, которыми дистанционно руководил гражданин России, получали сильнодействующие вещества из стран ближнего и дальнего зарубежья, расфасовывали на мелкие партии, а затем распространяли их в Астане, Алматы, Караганде и Актобе. Для этого они разработали сложную систему конспирации с возможностью оплаты товара через терминалы Киви. Объемы продаж только в столице составляли 300 доз в сутки. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 12 лет. Причины резкого подражания хлеба в Жамбулской области предстоит выяснить в специально созданной комиссии. В Акемате заявляют, если факт не обоснован на рост оцен на социальный продукт подтвердится, то недобросовестные предприниматели понесут наказание. По уточненной информации, в стабилизационном фонде региона на сегодня имеется достаточный запас, а именно 500 тонн муки и свыше 720 тысяч буханок хлеба. Всего же по городу работает 7 основных крупных хлебопекарей. Отметим, в Таразе за ночь значительно поднялась цена на социальный хлеб с 65 до 75 тенге. Между тем, по словам продавцов магазинов, такое решение было принято обоюдно совместно с Акематом. Сформирована комиссия, которая выяснит причины подорожания хлеба. Также мы соберем директора всех хлебопекарей. Вопрос регулирования цен на хлеб будет решаться. На сегодня пока только два предприятия подняли отпускную цену. По новым ценам закуп сделали муки. Нам уже было не только невыгодно, уже невозможно работать. Месяц закрылся, расчеты проявили, заплаты, ком, услуги, все вот это. И посмотрели очень большую нерентабельность. Письма уже писались. Из 190 миллионов детей и подростков, проживающих в европейском регионе, куда входит и Казахстан, 44 миллиона подвергались физическому насилию, из них 18 миллионов сексуальному. Ежегодно 55 миллионов детей подвергаются жестокому обращению. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения. По данным организации, жестокость по отношению к детям часто становится причиной самоубийств. Казахстан входит в десятку стран по числу детских и подростковых суицидов в европейском регионе. По этому показателю мы стоим на седьмом месте, лидирует в этом списке Россия. Неблагополучная обстановка также отмечается в Латвии, Бельгии, Финляндии, Молдове и Украине. Меньше всего самоубийств среди детей в Азербайджане, Грузии и Армении. ВОЗ рекомендует менять законодательство, привлекать медработников к выявлению детей, подвергающихся насилию в семье, а также обучать детей тому, как себя защитить. По данным Комитета статистики Казахстана, в прошлом году было зарегистрировано 818 суицидов среди молодых людей в возрасте от 14 до 28 лет. Между тем, в казахстанские удостоверения личности могут внести данные о согласии на донорство или отказ от него. Соответствующие изменения внесут в разрабатываемый кодекс здоровья. Об этом сообщил руководитель Республиканского координационного центра по трансплантологии Жаксалык Доскалеев. По его словам, сейчас есть норма закона, когда человек при жизни может определить, будет он донором или нет. Если он при жизни написал, что будет донором, то в случае наступления смерти врачам не нужно спрашивать разрешение у родственников. В данное время на портале ЕГОВ каждый казахстанец может дать согласие или написать отказ от донорства после смерти. Доскалеев отметил, что самая главная проблема в трансплантологии в Казахстане – нехватка донорских органов. В течение 5-6 лет около 2700 казахстанцев ждут пересадки почки. Это те люди, которые привязаны к аппарату и получают программный гемодиализ. В Швейцарии вот уже пятый год подряд занимают первое место по привлечению талантливых людей. Как стране удалось добиться такого результата и какие государства вошли в топ-10, вы узнаете в обзоре аналитиков Bloomberg. В Швейцарии вот уже пятый год подряд занимает лидирующее место по привлечению из-за рубежа талантливых людей. Власти страны основной акцент делают на профессиональную подготовку и образование иностранцев. Такие данные приводит Международный институт управленческого развития, расположенный в Лозанне. На второй-третьей строчках рейтинга разместились Дания и Норвегия. А Британия, к примеру, упала на 23-ю позицию. Что удивительно, согласно данным швейцарской бизнес-школы, в топ-10 по найму экспатов вошли только европейские государства, за исключением Канады. Как сообщают аналитики, власти стран, которые попали в первую десятку, выделяют большие средства в сферу образования и на поддержание высокого качества жизни. Это позволяет развивать человеческий капитал и, соответственно, приглашать профессионалов своего дела из-за рубежа. Между тем, Сингапур лидирует в списке по привлечению высококвалифицированных специалистов среди стран азиатского региона, расположившись на 13-м месте. А вот крупная держава Китай находится на 39-й строчке. Самые последние позиции в рейтинге занимают латиноамериканские страны. В Мексике и Венесуэле отмечается отток квалифицированных работников, а также низкий объем вложений в сферу образования. Всего швейцарская бизнес-школа провела исследование по 63-м странам. И к этому часу у меня пока все. Оставайтесь на телеканале Атомикин Бизнес.